Я являюсь мамой пациента клиники доктора Василенко. Мой сын наркоман. Наркоман с 10-летним стажем. Хотелось бы сказать пару слов о клинике, о том, какое она впечатление на меня произвела. Ну, дело в том, что у нас был опыт лечения на реабилитационных центрах и опыт подшивок, который себя практически не оправдал. Ну, в нашем случае. Может быть, кому-то он и помог, но не нам. Была какая-то передышка, но не более чем. У сына желание лечиться было всегда. На протяжении всего своего употребления он возвращался периодически к мысли, что нужно лечиться. Пытался даже сам. Он сам возвращался, и это все же Ваша инициатива? Но инициатива с нашей стороны была всегда. Этого такого по-другому просто быть не может. Но с его стороны это тоже была инициатива. Он устал от своей проблемы, он устал от своего физического нездоровья. И он уже был в таком состоянии, что он готов куда угодно только избавиться. Информации о клинике он и не имел никакой. Мы ему предоставляли информацию, но он сказал, что я Вам доверяю, и я полностью согласен на любое лечение. Вот так. Ну а когда он сюда прибыл, и в первый же день побывал на сеансе гипноза, он так впечатлился, что у него не осталось никаких сомнений. Первое, что он пришел, первое, что он сказал, когда пришел, это то, что я верю, что отсюда можно уехать свободным человеком. Это раз. А второе, что он сказал, что здесь очень серьезно работают и очень профессиональные доктора, и что они очень стараются и готовы помочь. Говорит, и нужно брать эту помощь как можно больше и в большем объеме. Изменения произошли сразу же, как только переступил порог клиники. Как только он увидел клинику, как только он увидел персонал. Это вообще сказывается в нюансах. Человек все замечает. Отношение к себе – это первое. Отношение как к пациенту, саму клинику, саму возможность здесь лечиться. В таком объеме медицинские услуги редко где предоставляются. Но мы нигде их не могли найти. Во-первых, физическое здоровье восстанавливается здесь практически полностью. Идет обследование, назначается лечение, и лечение дается в полном объеме. Потом реабилитационные процедуры. Реабилитационные процедуры, о которых даже можно было только мечтать. Это иглоукалывание, это йога, это физиопроцедуры. Процедуры – это такие возможности, и все собрано в одном месте. Это дорогого стоит. И главное, что это по времени. По времени все очень удобно устроено и очень хорошо организовано. Вы мне как-то сказали, что я здесь как в санатории. Это касается сопровождающих. За время болезни родного человека ты испытываешь такой шок, такую психологическую усталость, что, наверное, тебе эта помощь нужна тоже. Ты отдыхаешь полностью. Это действительно санаторий не хватает, только море. Ты можешь посещать те же процедуры. Ты спокоен, потому что больным занимаются профессионалы. Ты спокоен в психологическом плане, не нервничаешь. Ты отдыхаешь, ты спишь, все. Ты кушаешь, пользуешься буквально всем, что здесь есть. Больше трех месяцев он не находился нигде. Трех месяцев? Трех месяцев он не находился ни в одном реабилитационном центре. Здесь гораздо меньше. Здесь гораздо меньше, но эффект гораздо больше. В реабилитационных центрах убирается исключительно физическое недомогание, уходит. Психологическая зависимость от вещества остаётся. Социально он ещё не успевает перестроиться. Ему мешает эта психологическая зависимость. Здесь психологическая зависимость начинает уходить сразу после сеансов гипноза. Ещё здесь, в этом центре, есть такое. Как бы здесь дают правильное направление в жизни. То есть вот занятия йогой. Они нормализуют твоё психологическое состояние, они тебя успокаивают. А кроме этого, это действительно тяжело физически, тяжело морально оставлять себя в состоянии равновесия. Ну вот, с этим справляются. Здесь даётся правильное направление в жизни. Я бы рекомендовала исключительно проверять информацию перед тем, как вы отправляете своих родных на лечение. Это во-первых. Во-вторых, если есть клиники подобного рода, как клиника Василенко, но я считаю, что она уникальна, пользуйтесь случаем. Пользуйтесь случаем, потому что здесь предоставляются услуги на высшем уровне. И предоставляются профессионалами. И теми людьми, которые вкладывают в душу своё дело. Здесь организовано всё очень чётко, просто, ничего лишнего. Но и всего, и очень много возможностей для того, чтобы почувствовать себя здоровым. У меня такой вопрос, как у вас сейчас с мнением, наркомания излечима или нет? Наркомания излечима. Но, в принципе, я считала так всегда. Вы понимаете, что в отношении близкого человека никакие мысли, вот такие фатальные, они не допускаются. Иногда родные уже опускают руки. Родные опускают руки. Главное, чтобы сам больной не опустил руки. Понимаете, у них есть такие настроения, когда… А что уже поделаешь? Наркомания неизлечима. Вот я такой. Вот я такой уже стал. Я постараюсь вам не делать ничего плохого. Но я буду вот так жить, потому что ну как? Больше никак. Я пробовала, у меня не получилось. Хочу посоветовать, чтобы пробовали и не останавливались. Нужно лечиться, лечиться и лечиться. Искать все доступные возможности. Каждому человеку нужен персональный подход. И в этой клинике именно персональный подход. Продолжение следует.